Удивительным человеком был Михаил Танич. Жизнелюбивым, радостным, коммуникабельным, несмотря на свою очень трудную судьбу. Аттестат зрелости он получил 22 июня 1941 года. Потом война. С 1944 по 1945 годы врывал на 1-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. Командовал орудием выстрепительно-противотанковым артиллерийском полку. Несколько раз был ранен и контужен. В декабре 1944 года после ранения и тяжелой контузии во время оборонительного боя при Экуле, его чуть было не захоронили заживо в братской могиле. Победу Михаил Танич встретил на родине российской императрицы Екатерины Великой в немецком городке Цербсте. Об окончании войны им сказали польские солдаты. За боевые заслуги получил награды Орден Славы Третьей Степени и Орден Красной Звезды. А потом был в лагерь. Вернувшись на родину, Михаил немного осмотрелся и решил поступать на архитектурный факультет Ростовского строительного института. Экзамен сдал успешно, был зачислен предр студентов по окончанию учебного заведения, но окончить учебное заведение ему не удалось. Миша имел неосторожность где-то ляпнуть, что ему нравится радиоприемник Телефункин немецкого производства и что он лучше наших советских моделей. Один из студентов донес об услышанном. И Михаил арестовали за антисоветскую агитацию. Потом было следствие, во время которого сильно не били, но постоянно не давали спать, чтобы арестованный путали в своих показаниях. На суде никаких доказательств его вины так и не обнародовали. Прокурор просил пять лет, но присудили почему-то шесть. С 46-го по 53-й годы в лагерь, где он тоже чуть не умер, не отдал концы. Но его спас один академик, который тоже был в лагере, строитель, понадобились чертежники, и он его к себе забрал. Потом в Москву он не смог попасть, потому что был запрет на въезд, и он оказался на Сахалине. Сейчас я приглашаю на сцену нашего постоянного участника Николая Любомудрова. Николай Васильевич, пожалуйста, приходи. Замечательно настроенный микрофон, можно ничего не трогать. Вот он работал там на Сахалине мастером стройных монтажей. И в местной газете печатал свои стихи под псевдонимом Танич. Вот ему и композитору Яну Фрэнкелю предложили написать гимн Сахалину. Прозвучав на радио, песня на следующий день сразу же стала известной и популярной. Ну что ж, слушаем песню «Ну что тебе сказать про Сахалин». Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода Прибой мою тельняшку просолил И я живу у самого восхода А почта С пересадкой улетит с материка До самой дальней гавани Союза И я бросаю камешки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза На Сахалином низко облака Но я встаю над соком из пазаранку Показываю солнце рыбакам И шлю его к тебе на екиманку А почта С пересадкой улетит с материка До самой дальней гавани Союза И я бросаю камешки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза И я бросаю камешки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза В краю, где спорит солнце и волна Живут немногословные мужчины И острова, как будто сынера В Россию возвращаются с пути А почта С пересадкой улетит с материка До самой дальней гавани Союза И я бросаю камешки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза Где я бросаю камешки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза Ну что тебе сказать про Соколин На острове нормальная погода Прибой мою тельняшку просолил И я живу у самого восхода А почта с пересадкой улетит с материка До самой дальней гавани Союза И я бросаю камешки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза Где я бросаю камешки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза Далекого пролива Лаперуза Спасибо большое